Доброе утро дорогие друзья! Выходим прогуляться и видим ремонт и покраску оградки по-московски. Вот это вот свежепокрашенное. Посмотрите на эти чудеса инженерной мысли. Вот это вот, что это такое? Все в ржавчине. Это вот свежепокрашенное. Вот прям свежачок. Что это такое? Это травинка? Или в общем вот Москва. Вот так вот осваиваются колоссальные многомиллиардные бюджеты. Надеюсь у вас не так. Надеюсь у вас все прям как надо. Ремонтируется, красится, зашкуривается, обезжиривается и все остальное. Напишите как у вас дела, как у вас настроение. Обязательно поставьте под нашим роличком лайк. Давайте пройдемся по остальным каким-то моментам. Так. Записал я интервью с Татьяной Монтян. Команда Соловьева, у которого с Монтян непонятный конфликт, команда Соловьева просто сорвалась. Во многих телеграм-каналах появилось сообщение. Вот Монтян, вот кто эту Монтян раскручивает. Ах вы, мразота, трали-вали, Иванов, фейкомет. Монтян спрашивает. Павел, она меня называет вьюноша, юноша. Ну потому что я ей в сыны гожусь. У нее дети как раз примерно моего возраста. Вьюноша, ты это шо, шо, ты фейкомет, ты шо? Я сам заинтересовался, стал изучать, что там у них на каналах. Кто это вообще такие? Юлия Витязева. Я не буду сейчас в детали вдаваться, но почему она подружка Соловьева, 100 тысяч подписчиков в Телеграме. Почему это она считает меня фейкометом? Листаю ее канал. И вижу, о, это борцы за принудительную вакцинацию. И соответственно, моя позиция, которая расходится с ее борьбой за вакцинацию, принудительную. Вот она меня на этом фоне и считает фейкометом. Второй товарищ Корноухов. Вот мы с Иваном Атраковским на выходных, или когда это было-то, недавно встречались с фронтовиками с Луганска. И они в какой-то момент вспомнили гражданина Корноухова отдельной строкой, что называется. Я их очень просил сказать это все на камеру, но те люди, кто хотел об этом сказать, они сказали, что записываться они не готовы. И некоторые из них еще продолжают служить в вооруженных силах. Короче говоря, при случае они очень хотят этого Корноухова встретить, начистить ему то, чем он ест. И то, чем он, видимо, совсем не думает. Оказывается, этот дружок Соловьева активно распространяет информацию о том, что, оказывается, квадрокоптеры не нужны на фронте. Одному из тех, кто там находился, ноги оторвало как раз потому, что надо было идти вперед, а проверить, что там впереди. Не было возможности. Ну и нарвались. В итоге остался без ноги. Несколько товарищей погибли. А Корноухов, пользуясь раскрученной медийной машиной Соловьева и компанией, рассказывает, что квадрокоптеры не нужны. Ну, короче говоря, у Соловьева очень специфическая компания. Очень жаль, что появление любого человека у нас в медийном поле сопровождается кучей разного рода скандалов. Как будто это реально наша главная проблема. Появилась мантян. Ну, даже если пофантазировать, представить, что какие-то там олигархи есть, что-то там проплатили. Ну и что, друзья, вот я все понимаю. Сплетни и срачи, это всегда привлекает внимание. Ну, неужели вы не хотите поговорить о вещах каких-то более насущных? О лесных пожарах, о коррупции, о проваленном импортозамещении и, главное, что с этим делать? Короче, вопросов огромное количество, но наибольшую популярность у очень существенной части аудитории набирают именно вот такие вот трешовые информационные поводы. У Николая Платошкина на ютубе удалили канал, у Михаила Делягина на ютубе удалили канал, у Караулова на ютубе удалили канал, у Радио Аврора удалили канал на ютубе. Все в одной лодке, и даже сидя в одной оппозиционной лодке, все друг друга продолжают поливать и хаять. Это потрясающе. У Платошкина конфликт с Авророй, у Платошкина конфликт с Делягином, у Платошкина конфликт с Монтьян. Любы дорого смотреть, короче говоря, в кавычках, с сарказмом. Сейчас дорожку перейдем, и я вам начну зачитывать интересные новостные поводы. Издание «Проект», насколько я помню, иностранный агент сообщает, что плохие для Кремля результаты социологических опросов публиковать просто запрещается. Весной 22 года в руководстве страны обсуждалось, блокировать ли ютуб или нет. Чиновники решили понять, как эту блокировку воспримут граждане. В итоге проведенный опрос так и не был опубликован, просто лег на стол в администрацию президента. Но ютуб пока что решили для народа сохранить. В ЦИОМ в то же время регулярно подкручивает в ту или другую сторону рейтинги самых разных политических деятелей. Вообще вот эта история про официально публикуемые рейтинги – это, честно говоря, какая-то плохая шутка. У нас большая часть населения страны аполитично. То есть 70-80% граждан, они вообще не в курсе, кто такой Делягин, Платошкин, Грудинин. Если получается, что реально интересуются политикой 15-20, максимум 30% граждан, и если говорим, что половина из них типа поддерживают Путина, поддерживают Единую Россию и так далее, то получается, что если хотя бы 5-10% спящего населения, 5% из 70-80% вдруг очнутся и решат, что можно на что-то повлиять, можно и нужно что-то изменить, включившись в общественные процессы, картина социологическая изменится до неузнаваемости. А остальная масса, вялая спящая масса, она, конечно же, пойдет за пассионариями, это всегда так бывает. Поэтому говорить о том, что там какой-то процентик поддерживают тех или этих, ну это просто смешно. Но на это надо работать, этим надо заниматься. Общество надо будить, общество надо агитировать, общество надо призывать к осознанию собственных интересов, простите, изменить подход банковской системы, чтобы можно было взять ипотеку под 1,5%, кредит на образование без процентов, кредит на лечение без процентов, кредит на собственное жилищное строительство без процентов и так далее, и так далее. Вот о каких вещах надо говорить, вот чем надо заниматься. Ведь если бы люди понимали, что это конкретно, это их жизнь, это их дом, их здоровье, их доходы, образование и здравоохранение для их детей и родителей, люди бы, конечно, относились к политике по-другому. Сейчас, несмотря на все, что происходит, превалируют две тенденции. С одной стороны, люди начинают, часть людей начинает просыпаться, а с другой стороны, люди переходят на режим выживания. Люди, переходящие в режим выживания, они в глубину своего существа, если хотите, в подсознание загоняют свои политические интересы и амбиции. То есть все понимают в глубине души, что, конечно, если бы у нас были не ворюги в депутатских и министерских креслах, то мы бы жили по-другому. Но делать по этому поводу ничего не готовы, потому что у меня дел хватает, я на первой работе, второй работе, третьей подработке, и еще мне надо по дому кучу дел переделать. А еще так как денег нет на, там, не знаю, рабочих нанять, я собственными руками должен сделать ремонт в коридоре. И то еще пятое и десятое. Режим выживания. Но даже эти люди в какой-то момент у них все это прорвет. И вот те самые рассерженные патриоты, которые сейчас участвуют в боевых действиях Луганске и Донецке, они рано или поздно спросят, мама, не горюй как. Вопрос только когда. Вот меня тоже спрашивают, Павел, что в России-то происходит? Когда у нас социальный взрыв? Ну вот Делягин ожидает, что следующей весной, судя по всему, рванет. По идее, если сейчас принимать меры по развитию нашей экономики, никакого социального взрыва не будет. У нас за полгода можно сделать так много хорошего, что цены реально пойдут вниз, что зарплаты реально начнут расти. Ну то есть, возможности не просто для нормализации, возможности для улучшения, резкого улучшения ситуации есть. Но существующая система ничего не делает, как бы чего не вышло. Ситуация стоит на паузе. А в тех обстоятельствах, в которых мы оказались, в осаде, в военной и в экономической, эта осада приведет к неминуемому стопроцентному гарантированному поражению. Поэтому Делягин ожидает к следующей весне социального взрыва, прям яркого, не просто вялотекущего, который у нас и так постепенно, постепенно раскручивался до времени спецоперации. Потом все немножечко замерло. Сейчас непонятно, какая будет ситуация с лесными пожарами, чем будет вообще дышать страна. Потом к осени непонятно, что у нас будет происходить в плане безработицы. К зиме будет непонятно, что у нас будет происходить с ценами на продукты питания. К весне все это дело накопится, и когда люди почувствуют, что на улице уже не очень холодно, чтобы устраивать массовые протесты, вот к весне очень вероятен социальный взрыв. Я в свою очередь предполагаю, что социальный взрыв может произойти даже не дожидаясь весны по сценарию зимней вишни. То, о чем мы говорили с вами уже несколько лет. Я не знаю, может быть, конечно, есть другие варианты, но в условиях, когда вся оппозиция, так сказать, уличная оппозиция зачищена, выдавлена из страны, ситуация выглядит очень просто. Если происходит какое-то чрезвычайное происшествие и очевидно участие в нем властей, как это было в знаменитой трагедии, когда сгорели дети в торговом центре, оказалось, что этот торговый центр нарушал все возможные правила техники безопасности, и все это должны были контролировать государственные службы и органы. Они этим не занимались. Они брали взяточки, как обычно. В любой момент народ высыпет на площадь, и как это произошло в той ситуации, губернатора отправили в отставку, потому что приехал Путин, всех успокоил, разобрался в ситуации, а Монтулеев, конечно, пытался рассказать, что это все, ну как бы, ну что вы, не берите в голову, это какая-то кучка бузатеров, 200 человек, вышли на площадь, у нас-то все под контролем, Владимир Владимирович. Потом оказалось, что нифига, не 200 человек, а несколько тысяч человек, не бузатеров, а реальных родителей, которые хотят знать, что случилось с их детьми. Учитывая, в какой стране мы живем, и какое государство здесь сформировалось, это может произойти абсолютно в любой момент. Вот, может быть, я записываю этот ролик, уже что-то сейчас такое происходит. Возможно, нападение на школу или там детский лагерь сейчас же, летний сезон, школы закрыты, вот детский лагерь, ворвется туда какой-нибудь маньяк и к чему это приведет, а вот хрен его знает. Затопит какой-нибудь, опять дамбу какую-нибудь прорвет, смоет. Кто же мог знать? А потом выяснится, что люди писали служебные записки несколько лет, что требуется ремонт, требуется реконструкция, трали-вали, и всем было наплевать. А потом погибнет несколько сотен или даже тысяч человек. Дорогие друзья, что думаете об этом? Когда громыхнет? Пишите в комментариях, ставьте лайки, делайте репосты, обнимаю, берегите себя. Что-то приближается, понимаете? Очень, вот мне, я выскажу свою мысль, которая звучит все более и более маргинально. Вот мне нет никакой разницы, Путин сидит в кресле, не Путин. Мне важно, население страны прирастает или сокращается. Мне важно, технологическое отставание сокращается, или мы отстаем все сильнее с каждым годом. Мне важно, какое качество воздуха, которым мы дышим, воды в кране, продуктов питания, которые мы едим. Мне важно, чтобы была возможность получить образование, сделать карьеру, чтобы талантливые имели возможность залезть на социальный лифт и подняться высоко, и принимать решения, улучшать этот мир. Мне важно, чтобы преступник сидел в тюрьме, а не в министерском кресле. Вот это вот для меня важно. А кто там? Володин, Платошкин, Путин. Слушайте, это просто символы. Это символы эпохи. Какой процент того, что вокруг них происходит, это их персональные решения. Что им просто принесли в папочке на подпись, это не важно. Важен результат. Вот результаты я оцениваю как дерьмище полное. Простите уж за грубую лексику. Что думаете? Пишите, ставьте лайки. До новых встреч. Пока.